Добрый вечер, это Сергей Медведев, программа «Археология». Приветствуем вас здесь, из студии Финам-ФМ. Как всегда, по вторникам у нас разговор в глубину с интересным человеком. И в гостях у нас сегодня Владимир Яковлев, человек, которого я очень давно хотел здесь в гости к нам заполучить, который нечасто бывает в наших краях. Но вот сейчас он здесь. Фигура, я думаю, вам многим знакомая. Это основатель издательского дома «Коммерсант». Более, так сказать, уже последние годы. Это проект «СНОП», телеканал «Проект Джи Ви». И, собственно, один из отцов новой российской журналистики. Но, с другой стороны, человек, собственно, один из... Такая мистическая фигура, потому что он на какое-то время исчезает из точки, из поля зрения общественного мнения и как-то, так сказать, живет, как я понимаю, в таком режиме дауншифта или каких-то других совершенно альтернативных проектов и возвращается обогащенная какой-то другой новой философией. И вот об этой, собственно, философии хотелось поговорить, потому что у Владимира сейчас вышла очень интересная новая книга, которая представляет его новый проект под названием «Возраст счастья». Это, собственно, та тема, о которой мы не раз говорили в нашей программе. Это тема эйджизма, это тема стариков, пожилых людей, как особой социальной группы, особенно которая в России очень плохо представлена и постоянно дискриминируется. И вот здесь он заходит с другой стороны и показывает, что, собственно, вот этот вот возраст и есть возраст настоящей подлинной самореализации человека. Та ипостась, которая называется третьим возрастом, «Последняя треть жизни», она, может быть, является самой интересной и настоящей третьей жизни. Вот, так что выпущена книга, которая вот сейчас буквально недавно была, появилась на рынке. И вот хотели поговорить мы с Владимиром по вот этой, итогой вот этой книги. Вот первое, что я хочу спросить. В России это какая-то особо острая проблема? Проблема стариков? Ну, вы знаете, мне кажется, что эта проблема везде острая. На самом деле. Мне трудно сказать, более ли она остро в России, хотя мне кажется, что да. Но, в принципе, это мировая проблема. И это проблема, связанная с мировым трендом. Немножко звука потише. Это проблема, связанная с мировым трендом, который, вообще говоря, заключается в том, что вот те люди, которым сегодня 45-55 лет, у них старости в прежнем понимании слова уже не будет. Это будет некоторая совершенно другая жизнь, потому что меняется не просто продолжительность жизни, меняется продолжительность развития личности внутри одной жизни. Через 20 лет произойдет огромное событие, через 25 лет, которого раньше ни разу не было за всю историю человечества. Впервые количество людей в мире, которым больше 60 лет, превысит количество детей, которые младше 15 лет. Имеется в виду статистика по всему миру. Это произойдет через 20 лет. Понятно, что в Европе, в Соединенных Штатах это уже сейчас так. А, собственно, предмет вашего внимания именно вот этой категории, это 60+. Нет, вы знаете, вообще-то говоря, предмет моего внимания это я, честно вам скажу. Потому что я... Эта книжка вообще очень личная, такая, знаете, почти интимная. Я ее стал делать просто потому, что начал стареть. Я вообще-то всю жизнь боялся старости. Ну, так меня, наверное, воспитали. Я был находился в твердой уверенности, что после 50 жизни больше нет. Ну, все. И я поэтому решил, собственно, для себя выяснить, что зависит от меня. Вот мне еще сколько-то осталось, сколько бы не осталось. И у меня выбор. Либо это будет периодом такого тихого распада, потому что, ну, по-честному, старость страшная штука. Мы ее боимся, мы притворяемся, что не боимся. Но когда мы не притворяемся, вообще-то говоря, мы боимся старости абсолютно не зря. Старость может быть очень-очень страшной вещью. И я хотел понять, вот, что от меня зависит. Вопрос в том, кто мы. Вот вы, сколько, два года вы ездили по миру, три года общаясь по миру, фотографируя людей. Насколько сильнее этот страх на Западе по сравнению с Востоком? Вы знаете, я думаю, что он везде одинаковый. Одинаков? Я думаю, что да. То есть и в Китае, и в Японии, и, скажем, в такой, в чисто буддийской культуре люди точно так же с опаской смотрят вот в этот возраст, в эту неизвестность? Ну, смотрите, есть люди, там, если вы возьмете буддийский хлам, да, который всю жизнь тренируется принимать то, что с ними происходит, они, конечно, на это смотрят иначе. Но вообще говоря, та разница, которую я увидел, она в другом. Она заключается в том, что есть люди, которые принимают существующие стереотипы старения, и есть люди, которые их не принимают, и которые пытаются и довольно успешно жить по-другому. Разница в этом. Первые боятся, вторые нет. Я просто подумал, что здесь, может быть, очень много связано с западной культурой нового времени. Некая такая, ну, она стала же сейчас и глобальной культурой, да, некая такая фаустовская культура. Собственно, откуда возникает проблема фауста? Это проблема бессмертия. Это человек дерзающий, человек, готовый заплатить любую цену за бессмертие, за, так сказать, отсрочку времени. И вот это вот наша паранойя по поводу времени. Культ молодости, культ успеха. Вот, и потому что, скажем, если даже посмотреть на дофаустовскую культуру, там, поздние средние века, возрождение, этого нету. Появляется страх смерти, вот, скажем, Филипп Арьеса, знаменитая книга «Человек перед лицом смерти», она появляется очень поздно. И вот мне кажется, что это связано именно с такой, с нашей западной культурой. Вы знаете, это связано, ну, как бы культ молодости, в общем, вполне понятная история. И вообще говоря, ситуация выглядит очень простым образом. Мы притворяемся, что мы не стареем до того момента, пока нам это удается. Когда у нас больше нет силы, возможности это скрывать, то мы фактически умираем от стыда, потому что мы стыдимся того, как выглядит наше тело, мы стыдимся того, что с нами происходит. И поэтому в большой степени проблема заключается в том, что мы не принимаем существующий следующий этап развития человека. Потому что то, что происходит с человеком после 60 лет, это вообще-то говоря не деградация, это следующий этап развития, который отличается от предыдущего, так же, как отличается зрелость от юности или юность от детства. Если это принимается, тогда возможны вещи фантастические. То есть я встречал, я же не ученый, я журналист, поэтому для меня основной идеей было просто находить этих людей, с ними общаться. И книжка, собственно говоря, состоит не столько из анализа, сколько из истории конкретных людей. У вас есть общие некие, вы какие-то подводите, что надо делать. Я хотел найти, что общего. Что общего. И какие-то, мы к этому подойдем, собственно, какие-то даже и рецепты, может быть, даже выводятся. Но сначала по поводу того, где живут эти люди. Есть какие-то, вот я не узнаю, у меня, скажем, если на вскидку представление о долгожительстве, это Кавказ, это Средиземноморье. Это фантастическая штука. Это патриархальные культуры, большие семьи. Нет, нет, совершенно нет. Это фантастическая штука. Я тоже, когда начинал, я все думал про голубые зоны, про вот это, что вот, экология. Голубые зоны, это вот, я думаю, можно объяснить. Голубые зоны, это зоны концентрации долгожителей. Есть книжка о голубых зонах, очень известная, которая описывает точки на Земле, где сконцентрированы долгожители. Слушайте, это совершенно не связано с экологией или географией. Я вот за три года встретился более чем со ста людьми, которые все находятся в возрасте за 70 лет, прекрасно себя чувствуют, великолепно живут, не знают друг о друге, живут в абсолютно разных зонах, живут в абсолютно разном климате, в абсолютно разной экологии, имеют абсолютно разное воспитание, социальный статус, ну, все разное. То, что их объединяет, и то, что является основой не просто долгожительства, а здоровой и счастливой жизни после 60, 70, 80 лет, это прежде всего стиль жизни. Это совершенно определенный стиль жизни, потому что то, что меня поразило, это то, что все эти люди живут абсолютно одинаково. Ну, вот реально, как бы типология их жизни, строя их жизни, отношения жизни, то, чем они занимаются, абсолютно одинаково. Но стиль жизни все-таки в какой-то степени зависит от среды, и стиль жизни — это вот, как, скажем, взять, габитус — это человек плюс среда, это взаимодействие человека со средой. Ну, вот, скажем, я не знаю, город или деревня, грубо говоря, город или природа. Не имеет никакого значения. То есть это могут быть сугубо городские жители в сердце мегаполиса. Да, да, да. При этом, понимаете, еще очень важно, что в этом, как бы я долго не понимал по-настоящему, какой вес эта история, да, потому что у нас есть представление о возрасте в большой степени сформированной российской культурой, продолжительности просто жизни, да. Я, например, в Лос-Анджелесе встретил женщину, которая великолепный психоаналитик, она замечательный профессионал, множество пациентов, принимает до 30 человек в неделю, пишет книжки, живет одна, занимается йогой, собирает лос-анжелесских психоаналитиков у себя дома на обед. Такой классический женщина-профессионал Л.А. Вы знаете этот образ. Все, в общем, все замечательно, и все, наверное, достаточно стандартно. Только ей 103 года. Она получила диплом психоаналитика в 1934 году. Из рук Юнга вообще. Вот, так вот... Практически одна из первых, наверное, в Америке. Да, да, да. Так вот то, что меня поражает, это то, что когда ей исполнилось 50, 50, да, она не прожила половину жизни. Ей предстояло прожить больше, чем она прожила, и намного больше, чем она прожила, если считать детство. Да, более интенсивно, потому что возраст самосознания, самореализация, качество самореализации. Да, и это, собственно говоря, то будущее, о котором мы все идем, и когда мы при этом пытаемся говорить о возрасте после 60, как о некотором таком бессмысленном придатке, да, о чем-то, что, ну, вот там, тихое умирание. Это, мягко говоря, странно, потому что мы говорим, по крайней мере, о третьей жизни, если не о половине. Ну да, в качественном смысле, да. Да, и важно то, что у этого периода жизни должен быть цель и смысл. Ну, там, до 30 мы учимся, да, с 30 до 60 мы самореализуемся. Значит, в этом периоде должен быть тоже какая-то цель и какой-то смысл. И в чем вы видите смысл вот этого периода? Ну, вот скажем, изначально, как природа задумала? В чем смысл вот этой последней трети? Ну, не будем говорить даже последней, вот этой третий, третий, третий. Ну, видите, на самом деле, как бы это довольно легко, вообще-то говоря, понять с разных точек зрения. Можно подходить с точки зрения, например, системы ценностей, да. Понятно, что если мы говорим о развитии, то ценность третьего периода жизни должна быть выше, чем двух предыдущих, да, то есть должно быть выше, чем самореализация или должно быть выше, чем обучение. Можно говорить о способностях. Например, за последние вообще 15 лет было проведено огромное количество исследований возраста, и то, что выяснилось, это фантастические истории, потом вам еще расскажут. Но одна из удивительных вещей это то, что после 50, после 60 лет, вот буквально резким пиком начинает расти способность человека к счастью. Способность человека быть счастливым начинает расти. И я считаю, что это связано с целью этой жизни. Я считаю, что к 50-60 годам мы впервые в жизни набираем достаточно опыта общения с реальностью, прежде всего негативного, кстати говоря, для того, чтобы, основываясь на этом опыте, попытаться достичь личного счастья и личной гармонии в жизни. Ну да, то есть я очень много об этом думал, и вот были у нас интересные довольно беседы, передачи, у нас, в частности, вот есть академик Скулачев, который занимается проблемой старости, и сын у него тоже очень интересный, и Максим Скулачев идет исследование. Вот мы говорили, и вот они пытаются понять, зачем запускаются механизмы старости. То есть, например, есть вот, я помню, какие-то совершенно интересные случаи в природе кальмар. Кальмар умирает молодым. Вот такая вот. Они пытаются понять, почему вот человек должен умирать старым, и у многих, собственно, высших млекопитающих есть вот этот вот институт старости. То есть для чего-то природа это придумала. Да, но мне кажется, что, вы знаете, здесь есть два, то есть есть несколько вопросов, которые, мне кажется, очень важны. Я, когда был в Цюрихе, я там встретился с некоторым человеком, который в 60 лет, он врач, он решил поставить эксперимент. Он решил попытаться стареть, не болея. Он, сейчас ему сколько? 96. У него эксперимент продолжается 36 лет. Он абсолютно здоров. Он делает какое-то безумное количество отжиманий за 40 секунд. Он находится в прекрасной форме. Там в книжке есть его фотографии. Вот. Он не принимает никаких таблеток. Ничего, кроме, в общем, небольшого количества витаминов и протеина, потому что он хочет, чтобы у него были хорошие мышцы. Мышцы, да. Да. Вот. Вот он утверждает, и я вообще говорю с ним согласен, что большой проблемой является то, что мы автоматически ассоциируем старость с болезнью. Что мы считаем, что старость, это неизбежно, страдание, неизбежно болезнь. Это вообще говоря, примерно то же самое, как считать болезнью беременность. Потому что, да, ну, есть беременность, в каких случаях она может быть сложной, в каких случаях она может быть связана с какими-то проблемами. Но есть беременность и рождение человека, как абсолютно естественный, нормальный, здоровый процесс. Точно так же должна быть нормальная, здоровая старость. Да? Ну, то есть, да, старость как болезнь, это получается такое вот self-fulfilling prophecy, самосбывающееся пророчество. Ну, это больше, чем это. Это гигантский бизнес, потому что там, как бы, на дряхлости, количество денег, которые зарабатываются на дряхлости, даже не на косметологии, оно фантастично. Ну, то есть, американский бюджет годовой денег, которые расходуются на Альцгаммер, включение, исследование, бюджет, составляет порядка 100 миллиардов долларов в год. Представляете себе этот объем? Да? Это, с одной стороны, прекрасно, что такие деньги расходуются, с другой стороны, вы представите себе количество тех людей, для которых это является заработной платой, и прибылью, и бизнесом. Вы хотите сказать, что это тоже некая самонаведенная болезнь? Я хочу сказать, ровно то, что я говорю, что дряхлость – это бизнес, что дряхлые люди на сегодняшний день являются основными потребителями лекарств, основными потребителями фармацевтического рынка, и что один из очень известных австралийских телеведущих, который ведет в Австралии очень популярное шоу о медицине, рассказывал, что одним из самых больших шоков у него было, когда он проходил медицинскую практику в Шотландии, кстати говоря, и им просили диагностировать пожилых людей, которые их привозили в больницу в жутком совершенном состоянии. Они, студенты-медики, не могли объяснить причины, почему это с ним происходит. Те людей госпитализировали, их оставляли в клинике на 2-3 суток. Через 3 дня они уходили абсолютно нормальными, абсолютно здоровыми. Все, что происходило, им отменяли те препараты, которые им до этого прописывали, это вы прописывали, потому что у каждого из них было по 5, 6, 7, 8, 9 препаратов, которые они принимали. Я смотрел статистику по поводу того, какое количество, те же самые Соединенных Штатов, пожилых людей, то, что называется over-medicated, принимают слишком большое количество медицинских препаратов. Это фантастика. Поэтому, да, это действительно проблема. Ну да, я думаю, особенно это американская проблема, которая такая у них очень сильная, по-моему, культ вот такого контроля над телом, контроля над строением, над разными состояниями. То есть европейцы, они такие более природные в этом отношении. Ну да, то есть фактически получается, что старость природой заложена как некое очень важное состояние, в котором ты можешь, ну не знаю, откуда патриархат взялся даже, когда более пожилые люди передают информацию. Это как бы для выживания человеческого рода старые люди могут создавать что-то и быть так креативны, как не могут быть молодые. Конечно, но в этом смысле у пожилых людей есть определенная ответственность. Ну да, ну мне тоже хорошо. Вот я говорю старые, вы говорите пожилые. Здесь это некая такая политкорректность эйджизма. Я не люблю слово старые. Я понял, я понял. Читая вашу книгу, я тоже это знаю. Я просто автоматом говорю, я согласен с вами. Вообще, на самом деле, мы долго искали правильное слово и остановились на слове взрослые. Вот, так вот, взрослые люди. Вот. У них есть определенная ответственность, потому что, если вам 70 лет, вы здоровы, довольны жизнью и счастливы, и вы находитесь в гармонии с тем миром, в котором вы живете, я встречал огромное количество таких людей, то, когда вы встречаете молодых людей, они реально готовы вас слушать. Даже история пожилых людей, которые мы сейчас публикуем у нас на сайте, их читает огромное количество молодых людей. Но это истории пожилых людей, которые в хорошей форме, которые счастливы, которые абсолютно в своем уме, и в здравом уме, и которые могут делиться своим опытом достижения счастья прежде всего. Если вы больной, несчастный старик с распадающимся телом и мозгом, что вы можете кому посоветовать или объяснить? Вам нужна помощь самому от тех же самых молодых людей. Поэтому основной вопрос, он заключается в том, что вот есть этот период развития. Возможно ли, и если возможно, то как жить его счастливым, счастливым, здоровым или счастливой, здоровой, получая удовольствие от каждого прожитого дня. Интересный вопрос, который меня всегда волновал. Почему так долго и счастливо живут дирижеры? Я могу вам ответить на этот вопрос, как это не смешно. Дирижеры, танцоры. Одна из частей этого стиля жизни это определенный тип физических практик, который связан с двумя основными показателями. Он связан с расслаблением, это отдельная история, и он связан с координацией. Он связан с любыми движениями, требующими высокой координации, что затрагивает и дирижеров. Кстати говоря, здесь недавно закончилось 20-летнее исследование Альцгаммера, кстати, и было выяснено фантастически эффективное средство от Альцгаммера, которое позволяет предотвращать Альцгаммер более чем в 70% случаев. Знаете, что это? Музыка. Танцы. Танцы. Я думаю, да. Здесь особенно дирижеры сказали, здесь какое-то просто, скажем, природа дирижирования, она абсолютно мистическая, потому что у тебя как бы на одна половинка мозга, одна рука работает на ритм, а вторая работает на, собственно, мелодическую линию, на чтение партитуры. Вот. И тут, собственно, процессор работает на гораздо больших оборотах. И то же самое, наверное, с танцами. Вот это вот физическая активность и мелодическая сочетается. Да. Ну вот мы подходим к этой теме, что какие-то... Давайте попробуем разобрать один за другим мифы о старости. Давайте. Первое, что, значит, пожилые люди хуже работают, хуже работники. Это неправда. Что вот многие уже, так сказать, вот смотря просто по этому, да, по объявлениям на именно работу до 35 лет, уже часто, я очень часто вижу до 35 лет. Ну да, тоже я... Нас с вами не возьмут, между прочим. Ну даже я, вот понимаете, у меня сейчас 40-45 лет, я впервые столкнулся как бы с призывом, со звонком оттуда. Я тут брал ипотеку, вот, и уже сказали, а, как хорошо, вы едва попали по возрасту, потому что там, если брать на 20 лет, то человеку будет 65, как вам повезло. Вот, сказали мне в банке, ого, подумал я, типа, звоночек, вот оттуда, да, да. Вот, ну так вот, что, значит, 60 лет человек просто погонит. Да. Что сказать таким работодателям? Ну, смотрите, эта проблема, это огромная проблема для работодателя, и эта проблема не только для работодателей, хотя, проблема, которая существует во всем мире. За последние 15-20 лет было проведено больше исследований возраста, чем когда бы ты либо. Выяснилось, например, да, что у пожилых людей после 60 выше обучаемость, чем у молодых. Что у пожилых людей выше творческие способности, и не только выше инновационные способности, но намного выше способность совмещать инновационные идеи с реальностью, с возможностью их конкретного воплощения. Что способности к изучению языков после 60 выше, чем у молодых людей, потому что в том случае, если используются методики, предназначенные для мозга на этой стадии развития, а не для мозга на стадии развития 20 или 18 лет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что пожилые люди хуже работают, чем молодые, сегодня, ну, в общем, это уже просто смешная постановка вопроса. Потенциал в этом смысле абсолютно огромный. Хотя, если честно, одна из частей стиля жизни вот тех людей, с которыми я встречался, это то, что меня просто поразило, когда я это понял, что речь идет о полной выборке, то есть все, с кем я говорил, такие, это то, что эти люди ни на кого не работают и никого сами для работы не используют. Они все без какого-либо исключения занимаются тем, что сами продают результаты своего труда. Self-employed. Они self-employed, да, и мало того, что они self-employed, они производят то, что они продают. Это либо обучение, либо это скульптура, либо это живопись, либо это консультации. Там огромный спектр, но никто из них на работу не идет, хотя у многих из них такие возможности есть. Они все продают то, что они могут сами. И есть такой замечательный человек в Америке, которого зовут Art Copp, который открыл одно из первых в Штатах агентство по трудоустройству людей после 60-ти. Она называется Retired Brains. он чрезвычайно успешен, у него великолепный работающий бизнес. И там тоже эта тенденция проявляется. То есть они все стараются находить возможность работы не столько на кого-то, сколько через реализацию тех или иных своих способностей. видимо, здесь, глядя на эту ситуацию с точки зрения рынка труда, речь не идет о том, что нужно повышать пенсионный возраст и люди, чтобы больше работали на своих, так скажем, офисных каких-то местах. То есть речь идет о том, чтобы была какая-то переквалификация человека на определенном рубеже и чтобы они выходили на рынок труда уже в новом качестве. Я думаю, что я встречал огромное количество людей, которые в 55-60 лет полностью поменяли свою жизнь, начинали заниматься чем-то абсолютно другим. И мне кажется, что часть этого возраста это способность начать делать то, что ты реально хочешь. Не то, что надо, не то, что там вот правильно, а ровно то, что тебе хочется. В этом смысле есть фантастические примеры, если хотите. Ну да, вопрос как бы самореализации, удовлетворения от того, что ты делаешь. Да, и пределов нет. Я знаю человека, который в 81 год начал заниматься балетом. сейчас ему 94, он профессионально танцует на сцене. Получает за это деньги. То есть он получает за это деньги, и не то, что это какие-то благотворительные... Нет, нет, в труппе танцует на сцене. Ну да, это говорит о том, что такое как самоудовлетворение результатами своей деятельности самая сильная мотивация гораздо более сильная, чем деньги. Я знаю женщину, которая в 74 года начала карьеру в шоу-бизнесе. В каком качестве? Стендап-комедиан. Ага. Вот. Фантастически успешно заняла одно из ведущих мест на British Got Talent, Britain Got Talent. Живет в Сан-Франциско и прекрасно себя чувствует. Есть замечательный человек, который в 64 года начал новую карьеру. Очень успешно. Он стал порно-актером, японец. В 64 года. Один из самых популярных порно-актеров страны Японии. Это напоминает... Это я по-любому порно-вспоминаю. Последний 25 лет большой творческий пугачок. Всегда напоминает это по любому поводу, тебе с поводу привожу Виктора Пелевина, который, собственно, в своих романах как бы предвосхищает многие модели. Вот как раз у него в СНАФе вот эти вот эти СНАФы снимаются, где-то, так сказать, там то, что у нас сейчас пошла тема 16+, там эти все там 50+, вот эти вот порно-актеры. Ну что ж, напоминаю, что у нас в гостях журналист и издатель Владимир Яковлев. Мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». У нас сегодня в гостях журналист и издатель, основатель проекта «Коммерсант», проекта «СНОП» Владимир Яковлев. Говорим мы о такой вещи, как пожилой возраст. Не будем называть старость, называть это старость, потому что последний проект Владимира Яковлева называется «Возраст счастья». Он ездит по миру, фотографируя пожилых людей, людей 60, 70, 80, 90 лет, которые нашли себе занятия, которые нашли некие силы избавиться от болезней, продлить качество, увеличить качество и продлить качественный возраст в своей жизни. И он издал книгу под названием «Возраст счастья», которая сейчас продается, которую мы сейчас обсуждаем. Так что продолжаем говорить о мифах старого возраста. Значит, один из мифов, о котором мы говорили, это то, что пожилые люди менее способны к работе, менее работоспособны. Другое из них, это вот то, что мы уже коснулись, то, что старость это значит слабость, старость это болезнь. То есть, как я понимаю, это такая сконструированная вещь, это наведенная некая общественная мифология. Да, это сконструированная вещь. То, что происходит, мне бы хотелось привести один пример, для того, чтобы закончить тему с работой. Есть такое замечательное человек, его зовут Джак Фреско, он генетик в Принстонском университете в Америке. И он не так давно сделал фантастическое открытие, такого нобелевского уровня, как раз в отношении механизмов старения. Он нашел механизмы в геноме человека, которые ответственны за саморазрушение. Вот эти вот триггеры, которые запускают процесс саморазрушения клетки. Да, совершенно верно. Так вот, он сделал это открытие в возрасте 79 лет после того, как его три раза попытались отправить из Принстона на пенсию. И когда я его спросил, Жак, вот вообще, как бы, вы каким способом поддерживаете мозг в таком состоянии? Он работает, он проводит исследования, у него острейший ум. Каким способом вы поддерживаете мозг в таком состоянии? Он помолчает, сказал, я им пользуюсь. И это, на мой взгляд, как бы, ответ на очень много, на очень много историй. Ну да. Ну и, собственно, можно даже вспомнить то, что у вас в книге приведены примеры, что Микеланджело в 61 год начал роспись Сикстинской капеллы, и те, кто был там, могут представить какая-то физическая задача, фантастическая. И другая, что мой вообще любимейший архитектор Фрэнк Ллойд Райт, он в 76 лет начал создание своего знаменитого в Нью-Йорке Гугенхайберского музея вот этой спирали и закончил в возрасте 92 года. Поэтому сейчас даже из архитекторов тоже, кстати, долгожители, да, Норман Фостер, он тоже не первой молодости, человек... Да, 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 да. Он еще при этом же, он как бы придумывает новые какие-то варианты, он же занимается не только археологией и вообще... Архитектурой, да. Да, архитектурой, пожалуйста. А, да. Ну, археология, да. Может быть, он в программу археологии... Может, удастся заманить. Я знаю, кстати, на какую тему его попытаться поймать. Мы с ним как-то марафон вместе бегали. О, да. Вот, причем не просто марафон, а горный марафон. Вот этот вот есть Юнгфрау-маратон, он забег на одной из самых... Ну, не на самой... На самой Юнгфрау рядом. Вот, в общем, вверх по вертикали бежишь почти 3 километра. Вот. И вот на Роунфостер я был в числе тех, вместе с кем я бежал по марафону. Ему тогда было далеко за 60. Ну, вы знаете возраст... Марафонца? Нет, зачем же? Марафонца. Что, он марафонец? Как бы... Вот этот столетний. 101 марафоны бегают. У нас есть прекрасный Андрей Черков, который начал бегать в 50 с чем-то лет. Ему сейчас 76. Он прибежал марафон на Северном полюсе. Но вот выражение Iron Man вам же много чего говорят, да? Да, да. Там что? Там сперва какое-то безумное количество. Там 180 километров на велосипеде. Ну, 40 километров... Нет, это точно. Ты 3,9 плывешь, 180 на велосипеде, и после этого бежишь марафон на закуску. Да, 42. 42 километра. Вот, все подряд. Да. Ну, вот возраст женщины, которая недавно это все пробежала, 82 года. Да, да, да. Да, да, да. Причем монашка. Монашка, да. Впрочем, монашка. Да, да, да. Iron Man. Iron Man, да, да, да. Бежит и улыбается. Но это вообще, да, это я от себя могу сказать. Я как человек, очень много этим занимающийся, и передач мы много делали. То есть это здесь, собственно, после 40-ка, то только и начинаются вот эти циклические его виды спорта, потому что тело, тут даже 20-летние, они не могут конкурировать с 40-летними. И на это есть, кстати говоря, некоторые причины, об этом тоже можно отдельно поговорить. Мышцы прорабатываются, длинные мышцы, уже структура тела изменяется, вот. И вот, скажем, вот это то, что мы там делаем, то, что называется age groupers. Ты же не соревнуешься в общем зачете там с молодыми, у них своя дистанция. И вот ты соревнуешься, ты переходишь из группы в группу, там 40, 45, 50, 55. Ты знаешь своих соперников из разных стран. И вот, скажем, идея вот этого любительского спорта и идея age group, то, что ты по возрастам соревнуешься, она великолепна совершенно. Она великолепна. И есть, например, прекрасная женщина в городе Санкт-Петербурге, которая занимается прыжками в воду. И это совершенно очаровательно, потому что она начала профессиональную спортивную карьеру в 58 лет. И ездит по международным соревнованиям, выступает, получает медали. И выяснилось, что в этом возрасте это возможно. Но даже если говорить о возрастных группах, например, тот же Борис Улатов, который лыжник, ему 76 лет, он проходит 10-километровую лыжную дистанцию на 9 минут медленнее, чем 26-летний чемпион мира. Это Рнортук, да, у вас это упоминается. Поэтому, понимаете, поэтому, в общем, как бы предела здесь нет. Это к вопросу о здоровье. Да-да, это очень быстро, как лыжник, могу подтвердить то, что он там десятку за 30 минут, из 30 минут выбегает. Это очень сильно, да. Ну вот мы подошли, собственно, к теме, которую, может быть, так сформулируем, как правило, долголетия. Качественного. Не просто долголетия, а качественного проживания этих лет. И первое, я думаю, это и у вас написано, и то, что вы скажете, это вот движение. Любое движение или именно спорт какой-то, нужно было быть? Ну, если говорить сразу о движении, мне кажется, что первое, это не совсем движение, но если говорить о движении, то нет, не любое движение. Не любое движение. Работает все, что связано с динамическим расслаблением. То есть я, как бы, мои поездки, мои исследования были устроены по такому принципу, что я сперва находил тех людей, которые живут здорово, весело, активно в возрасте после 70-80 лет, а потом смотрел, чем они занимаются и искал в этом общее. Так вот, общая это способность, это то, что они занимаются видами спорта, активно развивающими расслабление тела. Например, очень много людей, которые занимаются бегом на длинные дистанции, требующего расслабления в беге, и совсем нет людей, которые занимаются бегом на короткие дистанции. Спринты, да. Нет спринта вообще. Много людей, которые занимаются дальними поездками на велосипеде и совсем нет спринтеров на велосипеде. То же самое касается лыж. Поэтому вопрос не только в движении, а прежде всего в том, что через движение вы сознательно культивируете расслабление тела. Ну это еще некая философия, опять-таки, как вот это бегун, пловец и там велосипедист, дистанционщик. Да, я могу сказать, что это ты вводишь себя в некое состояние транса и тут вы совершенно правы. Тут самое главное, та наука, которую ты учишь только с годами, это наука расслабляться на каждом движении. Когда плывешь, когда там расслаблять ногу во время проворота педали. Совершенно верно. Чтобы нога на каждом шаге бегала, умела отдыхать. Да, да, да. Именно поэтому вот как бы топовая вещь, в этом смысле топовая практика, это не йога и не пилатес, к моему удивлению. Это танцы. Это танцы, потому что именно танцы дают способность расслаблять тело в движении. Если вы не умеете расслабляться, вы не станцуете по-настоящему. Ну да, да. Раз не зажиматься, вот это вот умение. Действительно, вы знаете, вот я даже сейчас вот задумался, я вспоминаю, один из самых лучших советов, которые я получил в жизни. Я так всегда к сбору пососников, я иногда профессиональным спортом не занимался, но очень много чего делаю. Вот один тренер, он меня смотрел и говорит, представь, что ты идешь на костях, что ты идешь на шарнирах. То есть, да, отключи свои мышцы, вот, и должны, так сказать, спокойно руки и ноги вперед выбрасываться на лыжных ходах. Да, да, да. Вот. И вот это именно то, представить тело, как из таких свободно болтающихся шарниров созданное. Да, да, да. Вы абсолютно правы. Вот. Вот это здесь важно. Но... Это значит, да. Но дело... Но, видите, как бы для меня самое большим пониманием было то, что здравительные практики, вообще спорт имеет огромное значение, но это не основное. Это не основное. Что основное? Ну, вот смотрите, та же самая Хеда Болгар, психоаналитик, про которую я вам рассказывал, которая 104 года, я ее спросил, каким образом она себя поддерживает в той великолепной физической форме, в которой она есть, каким спортом она занимается. Я посмотрел и сказал, вы знаете, Владимир, в последние 80 лет я мало занималась спортом. Вы знаете, я думаю, что это прежде всего отношение к жизни. Это... У них совершенно общая жизненная философия, они живут по определенным совершенно жизненным принципам, и я думаю, что это то, что реально работает. Это и глубокая уверенность в том, что этих людей в том, что на 60 жизни не кончается. Они принимают развитие. Они принимают то, что после 60-ти они не живут жизнь, которая такая же, как в 40, но только хуже. Да? А они живут продолжение жизни, которое другое, которое не менее интересное, может быть, и более интересное, которое ставит перед ними новые задачи и новые цели, которые они достигают. Вот эта внутренняя готовность продолжать развитие, внутренняя готовность продолжать развиваться, это, собственно говоря, основа того, что дает, что они получают. И здесь дело, видите, на мой взгляд, не только в долгожительстве, потому что долгожитель, долгожительство, это такая штука, которую понимаешь, когда смотришь назад, да, ну вот там, смотришь и говорит, надо же, сколько же я отмотал. Вот. Это всегда то, что понимается задним числом. Дело в качестве жизни. Дело в том, чтобы после 60, после 70 лет, вне зависимости от того, проживёте вы 80, 90, 100, или, как некоторые китайцы, 196 лет. Но важно, как вы эти годы, как вы эти годы проживёте. Ну да, как говорил мой покойный отец, главное не количество лет, а качество дней. Совершенно правильно. Вот он был абсолютно прав, я абсолютно с ним согласен. Кстати, долго, долго прожил, и, так сказать, только внешние обстоятельства его, собственно, выбили. Машина сбила. Да, в самом деле. А в какой степени здоровый образ жизни вот это вот, что за всем гонится? Здоровое питание, здоровый сон, экологические условия твоей жизни? Вы знаете, я ожидал, что я увижу этого много, я увидел этого не очень много. Что касается питания, то это была вообще одна из вещей, которыми больше всех поразили. Ни один из них не сидит на диете, какой бы то ни был. Они все едят то, что им нравится, то, что им вкусно. Вегетарианства нет. Вегетарианство есть, но вегетарианство есть по соображениям духовным. То есть те люди, которые приняты тем или иным религиозным школам, которые требуют вегетарианства, да, они вегетарианцы. Это не является какой-нибудь проявленной, насколько бы то ни было, проявленной тенденцией. Что является проявленной тенденцией? Это то, что они все едят то, что им нравится, они все едят то, что вкусно. Единственное, что они все едят не очень много. Они едят вкусно и часто, но не едят много. Это единственная диета, которую у них у всех есть. Не переедать. Люди худые в основном? Да. То есть ни одного... Да, я вспомнил фотографии, я бы сказал, такие достаточно высушенные. Все. Но они худые в основном ещё и потому, что касается каких-то оздоровительных занятий, то, видите, вы сказали про здоровье, и на самом деле есть некоторый принцип, который заключается в том, что единственная вещь, которая происходит в 60 лет, это то, что здоровье становится вашей собственной ответственностью. То есть до этого вы её делите, у вас тело, которое много переносит. После 60 это напрямую зависит от вас. Либо вы этим занимаетесь тогда, себя хорошо чувствуете, либо вы этим не занимаетесь, тогда обязательно страдаете. Они все чем-нибудь дозанимаются. Чуть больше, чуть меньше. Такими практиками, сякими практиками. Но они осознанно культивируют тело. Но движение, да, и культивирование тела, оно, видимо, связано с движением и с поддержанием некой мышечной массы. Мне кажется, что существование энного количества мышц очень нужно для окисления, чтобы, собственно, окислять все эти самые ужасные антиоксиданты. Вы абсолютно правы, потому что вот тот же самый Чарльз Юкстер, о котором я рассказывал, врач из Цюриха, которому сейчас 96 лет, он считает точно так же. Он считает, что основная проблема, она связана с тем, что мы теряем до 30% мышечной массы в возрасте от 70 до 80 лет, и что эта мышечная масса заменяется жировыми тканями, и это, собственно говоря, приводит к тем последствиям. Собственно, жир, жир, жир и убивает. Жир, жир, собственно говоря, и убивает. Но тот же Чарльз Юкстер, когда ему исполнилось 95 лет, пошел в своем прекрасном городе Цюрихе к прекрасным местным врачам на тренажер проверять сердце. Встал на беговую дорожку, надели на него датчики, и он как бы там сколько-то, я не знаю, сколько полагалось, там 15-20 минут пробежал. С него сняли датчики. Он говорит, ну как, ну это все нормально. Он говорит, подождите, доктор, ну мне скажите, вот как бы, что значит нормально? Хорошо ли, плохо ли? Пояснилось, что норм для людей в 95 лет не существует. Поэтому как бы... Ну да, нет, он первый протестированный в таком возрасте, кто вообще дошел до беговой дорожки. Да-да-да. Еще из антиоксидантов, то, что я учитывал, это красное вино. Да. Это опять-таки из области спорта, вот это вот длинных дистанций. Я скажу, у нас очень популярно красное вино. Перед марафонами очень часто люди пьют. Я не видел того, чтобы они как бы вот сознательно пили красное вино. Они вообще не очень ориентированы на сабстансы любые. Они едят и пьют то, что им нравится в умеренных количествах. Абсолютно все. Ну, наверное, все-таки без курения, без алкоголя, чрезмерного, так сказать. Ну да, хотя... По-российским меркам, да. Да-да-да, хотя встречаются разные. Ну да, у вас там есть один англичанин, который, да-да-да, курит, пьет. Ну просто человек такая, по-моему, жизненная энергия, и, значит, изначально такой зазаряд, что ему все это. Хорошо, дальше. Из вот этих вот составляющих. Семья. Да. Насколько важна состоявшаяся семейная жизнь? И в качестве ребенка, да, что у тебя были, так сказать, ты был из крепкой семьи, и в том, что ты сам поддерживаешь какую-то, ты был членом хорошей дружной семьи. Было страшно интересное исследование, которое называется «Дети Тернера», американское. Суть которого заключалась в том, что они исследовали группу людей, довольно большую, порядка 300 человек, на протяжении абсолютно всей жизни. То есть вот ровно с рождения до момента смерти. Так получилось, что это стало возможным, там были совмещены два исследования. Так получилось. И идея заключалась в том, чтобы точно определить все факторы долгой жизни. Существует довольно большое количество книг по этому поводу, где это описано, но абсолютно топовый фактор, который они обнаружили, это активность жизни после 60. Это не семья, это не дети, это не то, как вас воспитывали, не то, как происходила ваша жизнь, не то, что вы делали до 55 лет. Это активность после 55-60 лет, как ментальная, физическая, любая. Это абсолютно топовый фактор. То же самое касается любых оздоровительных занятий. Я встретил огромное количество людей, которые начинали заниматься спортом в 55 лет и достигали к 60-70 годам таких результатов, которые мне не снились. — Ну да, вот это какие-то ресурсы скрытые. Ну опять-таки вот на лыжных, на триатлонных соревнованиях вот это видишь. И не у нас, а вот, скажем, особенно за рубежом. Фантастические совершенно тела у людей у 70-75-летних. Вот. Хорошие, просушенные, проработанные мышцы. Еще из компонентов. Вера у вас упоминается. Насколько важно, неважно какая. Вот этот духовный компонент, нет? Нет, вера у меня не упоминается. У меня упоминается приятие, как стиль жизни, способность принимать то, что с тобой происходит. И, на мой взгляд, это самый главный компонент. В большинстве случаев такого рода приятие культивируется верой, является результатом веры. Хотя я встретил довольно много людей, которые, ну, по крайней мере, неформально религиозные, но которые, тем не менее, принимают жизнь и получают такой же результат. Я бы сказал, что это связано не столько с верой, сколько с определенным отношением к миру. Адаптивность такая. Адаптивность можно использовать это слово. Скорее, это связано с тем, что вы принимаете то, что с вами происходит, стараетесь сделать самое лучшее, что вы можете с этим, да, как бы, и не создаете в голове альтернативных сценариев того, что с вами происходит. Способность это делать дает фантастический результат. То есть не переживать по поводу того, что могло бы быть, по поводу упущенных возможностей, альтернатив. То есть какое есть, такое есть, играем по этим правилам. Да, играем по этим правилам, постараемся получить максимальное удовольствие от этой жизни в тех условиях, которые есть. Это дает людям огромные силы, и это дает им огромный совершенно агилитат с точки зрения здоровья и качества жизни. Вот даже тот же самый Бастер Мартин, который вы упомянули, который всю жизнь занимался двумя видами спорта. Каждый день с невероятной дисциплиной. Он пил пиво и курил сигареты. Он, тем не менее, был именно таким человеком, абсолютно принимающим то, что с ним происходит. Ну, то есть этот вариант того же расслабления, но тут уже некого душевного расслабления, ментального расслабления. Да, абсолютно право, да. Это то же самое расслабление, только расслабление в приятии того, что с вами происходит. Ну да, в позитивном, не в негативном, расхлябанном, так сказать. То есть, видимо, при всем при том, он был человек всяких и неких правил, порядков, дисциплины. Он просто принимал жизнь. Он как бы, он жил так, как ему живется. Он принимал жизнь, он принимал людей. И был прекрасным барабанщиком. Дожил до 104 лет. Вот. Умер во сне абсолютно счастливым человеком. Вот да, смотрите, барабанщиком был. Вот такой для меня вопрос. Барабанщиком он начал барабанить в 93 года. Ну, это к вопросу о координации, о музыке, так сказать, и ритм. Как сказал Ганс фон Бюллов, в начале был ритм. В конце, видимо, тоже. Насколько важно то, чем человек занимается? Сейчас поясню. Альтруизм или эгоизм? Делает он это для себя, для своего удовлетворения? Или делает он это для других, а производит некий продукт, который он может реализовать? Или вообще живет ради других? Какая-то семейная обязанность, может быть? Вы знаете, ну, вот, мы уже говорили, что для пожилых людей здоровье, ясный ум, способность что-то делать является обязательным условием альтруизма. Потому что если вы хотите что-то давать другим, у вас это что-то должно быть. В этом смысле и во многих других возраст после 60-ти, это возраст личного счастья. В этом смысле это возраст довольно эгоистичный. В хорошем смысле эгоистичный. То есть нужно научиться жить для себя, делать то, чего вы хотите, получать от жизни удовольствие, потому что речь идет прежде всего о вашем личном счастье. Человек отдал свой долг родине, отдал свой долг корпорации, отдал свой долг семье, так сказать. Ну, да, если хотите, можно сказать и так, да. В каком-то смысле. Но при этом все-таки мне кажется, что многие, по крайней мере, из тех ста с лишним историй, которые я читал в вашей книге, многие вот, там, скульптор, женщина, не знаю, те же, там, перформеры, этот какой-то на барабанах играет. То есть какая-то степень общественной полезности того, что ты делаешь, мне казалось бы, должна была бы поддерживать человека. Ну, 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 смотрите, вот, Рут Флауэрс, да, ей было 65 лет, когда у нее умер муж. Она, в общем, хорошо жила, вполне нормально, у нее был хороший дом, все. Могла бы быть тихо, спокойно, дальше вдовой. Да, она вместо этого в 65 лет решила стать диджеем. При этом в молодежных клубах, как бы, да, в обычных ночных клубах. У нее при этом опыт публичных выступлений был, знаете, какой? Она бесплатно читала лекции об истории произведений Чарльза Диккенса. Это все. Она в 65 лет стала диджеем. Она сейчас входит в двадцатку лучших диджеев мира. Она держит толпу по пять-шесть тысяч человек. Выступает, у нее 80 гигов в год. Она не вылезает из самолетов и выступает в лучших клубах мира. Существует включая Ибицу, Лондон, Карибы, где угодно. Сколько ей сейчас лет? Ей сейчас 76 лет. 76 лет. Вот. То есть человек прилетает в город, там, в середине дня. В 12 часов у нее начинается гиг в клубе. Она отрабатывает до 2 часов ночи. В 2 часа ночи выпивает бокал шампанского. Она, как бы, это делает всегда в конце выступления. Садится на самолет и летит в следующий город. Вот так она же. Вот. Так вот, Рут Флауэрс, это, конечно, получают те люди, которые танцуют под ее музыку, получают гигантское удовольствие. Она, в общем, вполне кумир. Ее узнают на улице. Но она это делает, потому что ей кайф. Да? Или, там, женщина, которая в 96 лет преподает, преподает йогу, находится в великолепной форме. Она преподает, потому что ей это доставляет удовольствие. Вот способность совместить то, что нужно другим, и то, что при этом доставляет удовольствие вам, это, наверное, одна из самых важных. Ну, это, наверное, да, это высшая ступень самореализации. То есть делать то, что тебе близко, любо, при этом, так сказать, этот радост доставляет другим, и еще кто-то вдруг тебе, там, скажем, деньги платит. Это, по-моему, высшая степень. Вы сказали сейчас вот ключевые слова. Я хочу, если можно, обратить ваше внимание. Высшая степень самореализации. Этот возраст, он во всем. Это высшая степень самореализации. Это, да, это хорошие слова уже под конец нашего эфира. У нас буквально последняя минута. Вы за эти три года, что вы общаетесь с этими людьми, вы изменились? Вы для себя прояснили что-то и какую-то, так сказать, ну, не знаю, там, стратегию, ну, не стратегию, но способ восприятия мира? Да, я изменился очень. И прежде всего то, что меняется, когда общаешься с этими людьми, это система ценностей. Потому что это люди с очень правильной системой ценностей. Они ценят в жизни то, что по-настоящему нужно в ней ценить. И когда общаешься с ними, то как бы что-то от этого, наверное, перепадает. Перепадает. Я страшно благодарен за то, что у меня была такая возможность. Ну что ж, я надеюсь, что и нашим слушателям перепадет что-то, если им удастся эту книгу получить, прочитать. Я получил очень большое удовольствие, ее читая. И вы знаете, подводя итог, поскольку мы так много спортивных метафор здесь использовали, еще одно использую. Вот мы бегаем на всякие длинные дистанции, ультрамарафоны. Вы знаете, хороший марафон, который ты пробегаешь с ускорением. То есть вторую половину ты бежишь быстрее, чем первый. Потому что нет ничего хуже на дистанции, когда ты хорошо пробежал, скажем, там 42 километра, капнул на 35-м километре и дальше пошел пешком на совершенно, так сказать, сжатых судорогами ногах. Вот. Хороший марафон, который ты бежишь с ускорением. Мне кажется, в жизни надо делать то же самое, воспринимать жизнь как некий ультрамарафон и бежать постоянно по дистанции с ускорением и понимать всегда, что самая лучшая скорость и самое лучшее твое качество ждет тебя впереди. И финишировать с улыбкой. Ну что ж, спасибо и благодарю Владимира Яковлева за этот разговор. Спасибо вам. Да, спасибо. Это была программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер Дина Трубовская. Я ваш археолог Сергей Медведев. Живите долго и будьте счастливы.